У меня в гостях Татьяна Фокина. Татьяна выступала спикером на нашей выставке CPM. Татьяна, скажите, что было на повестке дня? Добрый день. В первую очередь, конечно, мы обсуждали внедрение дизайн-кода в регионах. Активно сейчас идет обсуждение этой истории. Во-первых, в первую очередь, потому что дизайн-код вызывает достаточно резонансное отношение у бизнес-сообщества. С одной стороны, есть четкие регламенты и инструменты оформления фасадов, а с другой стороны, выездки становятся просто не видны за счет того, что часть носителей запрещено использовать на фасадах здания, а часть носителей становится очень маленькими. Мы сегодня поговорили о практических рекомендациях, как можно заменить баннер, как можно оформить красиво и ярко свою входную группу. Поговорили о трендах, поговорили о световых буквах. Ну, дали со своей стороны максимальную информацию в отведенное время. Я думаю, что было интересно. Татьяна, скажите, а почему акцент делался именно на регионах, а не на Москве? Дело в том, что дизайн-код Москве был уже введен в 2013 году, и многие уже освоились с этой историей и знают, как оформлять. Ну, скажем так, Москва уже приспособилась к этой истории. А для региональных участников рынка дизайн-код это все-таки достаточно новая история. И не все окончательно еще адаптировались к тому, что если раньше я размещала 2 на 2 перед входом, то почему мне сейчас нужно ставить только 50 сантиметров? Почему? А что мне делать? Я не хочу, меня не видно. Ну и вот примерно в таком ключе мы сегодня общаемся. А как вот действительно, вот раньше можно было поставить громоздкую вывеску, и было видно на весь район, кто сидит вот за этим магазином. Как сейчас? Как все изменилось? Какие механизмы сейчас? Ну, смотрите, здесь для кого не секрет, что городская информационная среда, она активно меняется, она видоизменяется, и исторический центр Москвы и многих городов становится более привлекательной не только для гостей, но и для коренных жителей. Поэтому дизайн-код это, по сути, свод правил и рекомендаций, способных сделать наш город интереснее. Да, конечно, многим предпринимателям это доставляет ряд неудобств, но, тем не менее, мы ко всему привыкаем, и я думаю, что в дальнейшем будут сделаны более интересные акценты на оформление витрин и на освещение магазинов, в том числе на интерьерные вывески. И заключительный вопрос. Какие тренды и тенденции в данной отрасли сейчас существуют? В 2019, про 2020 пока, наверное, рано говорить. Ну, смотрите, у нас тенденции обозначаются на 10 лет вперед. У нас нет того, что у нас на рынке сегодня бум по какому-то определенному носителю, а в следующем году у нас будет бум по-другому. Как я уже сказала, основной тренд – это введение дизайн-кода, это уменьшение габаритных размеров, как следствие уменьшения стоимости конструкций и как максимум, собственно, что с этим делать. Поэтому основной тренд сейчас, начиная с 2013-го, это объемные световые буквы. Огромное внимание уделяется шрифтам, исполнению этих букв. Мы боремся за яркость среди производителей вывесок, чтобы вывеска была не только гарантийных обязательств светила, но и она была привлекательна. Вот, примерно, ну, как-то так, в таком ключе. В гостях у нас была Татьяна Фокина. Спасибо огромное. Спасибо.